Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. И сегодня мы с вами подводим итоги года в парфюмерном плане, в парфюмерном смысле. Вот, блин, сейчас солнце будет тут сокать, но вы не обращайте внимания. Мне еще тут собирается вот эта вот кофточка, прозрачная рыболовная сетка, колется, конечно же, браслетики, мейкорунды. Вот, и сегодня мы с вами поговорим, к чему мы пришли, от чего мы оттолкнулись, к чему мы идем в парфюмерном плане. Вообще, за этот год я очень сильно вырос, я чувствую, именно в парфюмерном вот этом вот плане. Я различаю больше нот, я прям стал таким, знаете, очень нанюхался, сейчас я вас это отодвину. Я прям нанюхался знатно, конкретно, вот. И, знаете, ну, я могу назвать себя нанюханным, носатым человеком после этого года. Могу спокойно и реально, оценивая это собственными носогубными складками, могу сказать, что это реально так. Я нанюхался, я теперь носатый, вот. В принципе, и в прошлом году я тоже нанюхался, но в этом прям особенно. Ой, многие снимают видео, типа, сколько у тебя ароматов появилось за год. Ну, знаете, их настолько много появилось, ну, штук 50, наверное, вот так вот. Я вам обозначу, штук 50 появилось. А, сегодня еще покажу, какой аромат будет новогодний. Штук 50 появилось, но в то же время штук 30 у меня ушло. Я избавился, ну, где-то от 30 парфюмов. Вот весной, по-моему, делал суперрасхламление. Все бюджетные ароматы, и не только бюджетные. Ну, штук их там, наверное, было 12. Там чуть ли не за 7 тысяч я продал. Также на канале делал аукцион. Ну, посмотрите, найдите у меня на канале, вы найдете, что я там продавал. И за 6, по-моему, за 7 тысяч я это все продал. Ну, миллион было хороших бюджетных ароматов, потому что в своей коллекции я плохого не храню. Вот, именно у меня самые сливки находятся в коллекции. А то, что мне перестает нравиться, ну, вот прям кардинально, я от этого стараюсь сразу избавиться. Вот, поэтому много от каких ароматов я избавился. В принципе, столько же, наверное, и прибыло. Вот, кучи я раздарил, кучи я продал, разыграл. Вот на канале 2 Эйзенберга мы разыгрывали. Те, которые я не понял. Вот, какие... Какие вот я разыгрывал Эйзенберги, я уже забыл. Ружнуар и еще какой-то. Вот, уже не помню. Софрэнч. Париж. Что-то с Парижем связано. С фрэшем, с фрэнчем. Ну, вы понимаете. Ну, вот так и не скажу. Покажу вам последнее. Вот это все подарочки. Первый ко мне прибыл. Ну, на прошлой неделе. Нарцисса Родригес Фо... Фо Хю. Нарцисса Родригес Руж. Вот такой вот ароматик. Я его хотел. Это такая, знаете, роза. Роза. Блин, ну, солнце лезет. Видите ее голову? Ребенок лезет, хочет целоматься, не может. Вообще. Тут роза. Что еще тут слышу? Ну, сейчас порвет мне всю рубашку. Зацепок оставит. Все, уходи. Тут роза. Тот самый мускус. Красивенный, нарциссовский. Какой-то ирис. Ну, короче, супер красивый аромат. Я его хотел. Он классный. Так вот пудрится красиво. Такой вот чистый. Плотный. И в то же время в нем пудровость такая вот как будто еле прозрачная. Знаете, как рахат лукум. Попробуйте хороший. Посмотреть на просвет, он как будто прозрачный. Понимаете? Вот. И этот аромат тоже такой же какой-то. Как через матовое стекло смотришь. Красивый аромат. Потом у меня... Ну, не с последнего. Я вам показываю за неделю, что ко мне прибыло. Лифа резиста был новый аромат. Такое вот. Ну, это... Мне пахнет клубничкой. Прям клубника-земляника такая вот история. Потом еще ко мне за неделю этот прибыл. Лепетиро Бнуар. Такое вот интенс платьишко. Очень интересно. Очень красивое. Тут совокупность нот. Оно дает черешню такую вот. Но черешню с интересной базой. Такой вот сандаловой. Очень красивый тоже аромат. Я вам буду в подборочках его показывать. Либо там сниму видео о новинках. Поэтому сейчас, в принципе, не об этом говорим. Я вам просто показываю новинки. Ну и звезда, конечно. Ой, ну это просто. Показываю вам мой новогодний аромат. И это такая главная новинка, наверное, этого года. Вот. Я его распаковывал. Прямо из слюды. Вот. Он прямо из магазина. То есть, прямо из парфюмерного магазина. Вот такой вот аромат. Думаю, все угадали. Что это за бренд MCDI. Это у нас Пише Кардинал. Вот. Это будет моим новогодним ароматом. Если он не пришел сегодня. Я уже им весь испшикался. И что сказать. Я несказанно рад. Я несказанно счастлив, что он у меня есть. Вот такая вот. И, наверное, на парфюмерном ютубе. Я, наверное, единственный, у кого он есть с такой вот скульптурой. Потому что одна такая скульптура. Вот так вот продают флакон за 30 тысяч. А вот так вот его продают уже за 60. Понимаете? И мне его подарили. Буду в нем. Не буду вам о нем особо говорить. Но он нереально красивый. Нектар богов. И он ассоциируется у меня с праздниками. И такой изысканный. Это будет мой аромат. Даже, возможно, в дальнейшем парфюмерное я. Надо ему дать отстояться. Поэтому пишите поздравления. Кто пробовал, напишите обязательно, что вы в нем услышали. Мне нужно послушать ваше мнение. И, возможно, я тоже в нем что-то услышу такое, что вы в нем слышите. Ну, невероятно. Посмотрите на эту крышечку. Не зря вот те, кто покупают просто флакон с заглушкой, потом гоняются за этими крышицами. Но никто его задешево не продает. Тут все очень ажурно сделано. Прическа. Смотрите, все очень выверено. Вот. Нереальная красота. Это будет мой аромат. Что еще там нужно говорить в парфюмерных итогах? Ну, что еще вам сказать? Парфюмерную коллекцию я немного пересмотрел. Раньше у меня, знаете, была какая система? Чем больше, тем лучше. Ну, в принципе. Я люблю, когда всего много. Сейчас же у меня такое вот лучшее из лучшего. То есть у меня лучшие бюджетные парфюмки, которые есть у меня. Которые я могу посоветовать. У меня лучшие люксовые, у меня лучшие нишевые линейки, которые я могу посоветовать. Лучший премиум сегмент. То есть это прям то, что я могу реально рекомендовать, то, чем я сам пользуюсь. То есть нету парфюма сейчас. Тот, который мне противен. То есть есть один из бюджетов, но я на него сниму видео. Настолько он мне противен. Там у меня просто порвется срачельник. Вот, надеюсь, наверное, вы поняли уже о каком аромате идет речь, о каком бренде. Какие вы потом. Что еще произошло за этот год? Вот я практически полностью отошел от бюджетной парфюмерии, потому что у меня появилось много очень, ну, так же о новинках. У меня появилось более 10 флаконов, наверное, шанелевских винтажей всяких. И понимаете, вот эти вот бюджетные ароматы, если вы ими реально будете пользоваться, то у вас просто в это время будут тухнуть ваши раритеты, ваши винтажи. То есть я не переживу, если я буду там пользоваться какой-то там Сальвадором Дали за 2000 рублей. А у меня в это время испортится винтажный Шанель, который уже там 70-х духи, который уже нигде днем со днем не сыщешь. Вот, который уже особо настоялись, приобрели особый такой вот дух. Я этого просто не переживу. Поэтому я выбрал бы себя пожертвовать бюджетной парфюмерии в пользу, в пользу более богатым по насыщенности, по оттенкам и по, ну, в принципе, по даже той же стоимости. Ну, вы поняли, к чему я веду. Лучше пусть у меня протухнет что-то бюджетное, чем что-то очень дорогое. Вот, поэтому, ну, это, наверное, каждого парфюманьяка постигает такая вот ситуация. Вот, и сплэши не терпят воздуха, духи тоже там что-то испаряются, что-то нет. Такое вот нововведение. Вот, много у меня ароматов прибыл, но в то же время очень много и ушло. И я совершенно не жалею, я очень доволен, потому что у меня нет вот этого вот сухостоя, которое стоит и вот чего-то ждет. Вот, вот парфюмерные планы. У меня хочу в этот год я также собрать все шанельки, это прям моя мечта. И уже переходить к бутиковым линейкам. То есть и в Сен-Лоран, Живанши, Версачи есть бутиковая линейка, которая меня очень интересует. Вот, и в Сен-Лоран, много чего хочу. Блузу, Кафтан, вот эти вот ароматы. Потом хочется мне еще MCDI. MCDI хочется мне, знаете что, поставить, чтобы вы видите. Как мне вам поставить так, чтобы вам видно было? Так вот вам видно? Вот, в уголке. Хочу еще эту MCDI. Шипар, полотин. Вот этот вот аромат, он меня заинтересовал. Ну, вы поняли, уже немножко на уровень выше постепенно мы идем. Но все-таки нишевая вот эта вот ситуация, которая сейчас происходит, она меня очень отторгает. Мне очень не нравится, что сейчас происходит с люксом. Все пытаются кого-то копировать. Тот же самый Линтерди или тот же самый Бакару. Сколько вот этих вот всех вариаций на этот счет выпущено. Ну, в принципе, сейчас все выходит одно и то же. Вот, нота винограда и нота клубники. Вот так же, как и с новым Живанши. Хотя Живанши мне понравился. Вот, Бёрбари Хио, который сравнивают с Бакарой, ну, совершенно не похож на Бакару. Кто это сказал, что Бёрбари Хио похож на Бакару? Просто, мне кажется, нужно сделать голову с плеч этой девочки или этой женщине. Вот, такие вот у меня какие-то парфюмерные итоги года размыты, но в то же время четкие. Но я чувствую, что я стал более прошаренный на эту тему, более такой вот подбитый, и это не может не радовать. Что я вам хочу пожелать? Хочу вам пожелать ваших вожделенных парфюмок. Если вы напишите в комментариях, что вы хотите, и поставите лайк, какие парфюмки вы хотите, то это обязательно исполнится. Есть такое поверье, что комментарии под видео у меня на канале очень работают. Поэтому напишите ваши хотелочки в комментариях, поставьте лайк обязательно. Вот, напишите, как у вас изменилось ваше обоняние, то есть после знакомства с ароматами. Наверняка, вот вы там меня смотрите, еще кого-то, покупаете ароматы уже более осознанно к этому подходя. Стали ли вы более осознанными в выборе ароматов? Стали ли вы обращать внимание на то, что раньше не обращали? Это тоже очень важно, это такое вот самосовершенствование, даже вот в обонятельном, духотворном смысле. Вот, поэтому такие вот у меня итоги года. Как-то, знаете, размусоливать эту тему на 40 минут я не хотел, показывают тут каждый флакончик. Зачем? Я вам все лучше обобщу. Такие вот итоги года. Ставьте лайки, пишите комментарии. Интересно, что будет в следующем году. Я вам такие вот наметочки сказал, как я хочу. Хочу бутяковые линейки. Вот, поэтому все. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как у вас все изменилось. До новых встреч, люблю, целую, пока-пока. Пока. Пока.